Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нужно попасть туда до того, как уничтожат все джунгли Ну нет Как только весь этот грибной салат попадет в наши машины Они сразу же встанут Значит, мы пойдем пешком, Корт Пошли Вперед! Охота на слагов пешком так некультурно Вот так надо действовать! Да, если вас совсем не интересует Энигма Но нас очень интересует этот экземпляр Как только кто-то из вас его найдет Мы с удовольствием его купим По подходящей цене Ну, сходный я бы это не назвала Скорее, безумный Такое количество денег! О, с таким богатством мы сможем сделать много добра Для Пронто Наконец-то я смогу купить нового железного коня с удобным сиденьем Специально для осанки И инкрустированную сумочку с карманом для расчески Нет, минутку Новый шарф! Пронто, очнись! Это много золота Не знаю, смогу ли продать Сомневаюсь, что у вас будет такой шанс Тут развернулась такая конкуренция Но если вам удастся поймать его первыми Мы будем ждать здесь Берегись! Нет, Энигма нет Да-да, продолжайте Никто вам не заплатит две тонны золота Ах, да, это комплимент Позволь мне провести переговоры, Трикси Мы все очень хотим найти Энигму Но может из-за недостатка знаний вы все завалите Ах, знаете, а парень, пожалуй, будет прав Вместо прыгучих камней Лучше использовать флоринго И поджечь все эти деревья Играет эниграция Играет эниграция Может, в следующий раз, Элла, я проведу переговоры? Конечно. Фронта! За тобой тазерлинги! Действую! Ничего не получилось. Прости, пожалуйста. Я хочу домой поскорей. Смотрите, вроде я видел, где-то здесь полценигмо. Брат! Не обращайте внимания. Всего лишь лист. Так, это было не очень. Это серьёзная засада. Это и правда не очень хорошо. А ты что за слаг? Эй! Эй! Здесь живут многие слаги. Не только Энигма. Вы же разнесёте их пещеру на части. Посмотрите на это. Мог погибнуть слаг. Элай, это же Энигма. Энигма. А это моя западня. Стокер, я не знал, что и вы тут тоже. Мы не хотим стоять у вас на пути. Уходите. Ты ведёшь сейчас переговоры. С ума сошёл? Это же Герхард Стокер. Самый убойный охотник на дичь в слагтере. Он не ведёт переговоры. Говорят, если увидишь его, уже поздно. Поэтому его и зовут БНС. Безмолвный, но смертоносный. В моих краях безмолвный, но смертоносный означает нечто другое. Он сейчас прямо за мной, да? С лаг Энигма и мой капкан. Живо. Эй, я его нашёл. Всё честь по чести. Пока он не попал в ваш капкан. Я пришёл сюда не ради игры по правилам. Я пришёл сюда за слагом. Мой день дорого стоит. Тебе нужно было вести переговоры. Расходимся! Тебе нужен этот слаг? Ну, хорошо. Вот он! Я пропустила, когда ты стрелял в Энигму. Расскажи мне, как он трансформировался. Не могу. Почему? Потому что я практически ничего не видел. Где ты был? Не спрашивай. Корт, Элай оглушил Энигма. И сейчас он не может сфокусироваться. Вообще-то, я много чего вижу. Фактически, я вижу в два раза больше положенного. А вот и они. Я в них попал? Принимаю как есть. Пошли. Пошли. Смей у предложить продолжать движение. Стокер может быть где угодно. Да, прямо за тобой. Стокер почти такой же легендарный, как Пронто. Вот так. Да, но совсем по другим причинам. Конечно. Пронто известен из-за своего бесспорного великолепия. А Стокер славится своими капканами. Может, он ими и пещеру заполнил. Вот поэтому идите все по пятам, Эксперта Пронто. Что? Видите? Уже нашел. Этот блокирующий механизм высокотехнологичен. Но я знаю, как сконструировать обходной путь. Спасибо. Я полагаю, так как Илай абсолютно бесполезен. Друг, Пронто, ну я же все слышу. А, прости, и все же я предлагаю уйти, пока Стокер нас не обнаружил. Мы не можем уйти. Это все сделал Энигма. И нет гарантии, что это восстановится само по себе. А? Нужно найти Энигма, чтобы узнать, как его излечить. Да, если он еще не у Стокера. О, да, уверяю тебя, что нет. Откуда у тебя такие мысли? Потому что это как раз вон там. Он как раз забавляется с проволокой. А, поймал! Ты в порядке? Дарт с транквилизатором для слагов. Знаешь, сколько их понадобится, чтобы поразить пещерного тролля? Да, почти верно. Корт! Пошли. Нужно достать Энигма, пока они его не поймали. Мы не можем его оставить. Стокеру нужен Энигму, а не Корт. Ничего с ним не произойдет. Энигму где-то рядом. Будьте бдительны. Неподходящий субъект для работы. Возможно, поможет немного объектив. Да, точно! Это самый глухой слаг в истории? Неудивительно, что остался всего один. Сейчас упадет! Нет! Нет! Трикси! Я в порядке. Пронто! Дело за тобой! Иди! Вот он! Молчите, слаги-гонщики! Выявляют только напуганную добычу! Если мы будем молчать, делая вид, что не боимся их, они нам не страшны! Видишь? А, нет. Теперь мы с уверенностью ищем Энигму. Не обращай внимания! На острые клыки-гонщик, которые с легкостью растерзают. Вы пустите меня отсюда! Что случилось? Вы нашли Энигму? Да. Нашел. Вот так? И вы вот так уйдете? Заканчивайте. Подождите! Я не жаловался, я только спросил! Не волнуйся, Берпи. Нужно показать, что мы их не боимся. Конечно, было бы проще, если бы я не был так напуган. Хорошо, что собаки не залезут на дерево. Но, вероятно, слаги гонщие могут. Чиллер, спиннер, вы мне нужны! Спиннер, наверх! Берпи. А-а-а! У-у-у! А-а-а! 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 А-а! Барпи! Ребята! Кто-нибудь! Нет слагов, нет друзей. Сдавайся, малыш. Тебе конец. Ты не понимаешь? Нет. Вообще-то я мало что вижу. И если вы уйдёте с Энигмы, вы лишаете меня шанса всё урегулировать, найти дорогу и обнаружить моих друзей. Понимаю, за этого слага вы выручите много денег, но для меня это гораздо важнее. И пока хватит сил, я не сдамся. Ты много говоришь. Что? Я этого не хотел. Я вижу. Может, слишком много. М-м-м-м! М-м-м! А-а-а! Может, ваши ловушки здесь повсюду, но у меня лучшее секретное оружие в этой пещере. А-а-а! А-а-а! О, я очень рад, что вы изготовили такие классные ловушки, друг. У вас есть что сказать на прощание, Энигма? Вы с ним больше не увидитесь. Об этом он не подумал. Пошли, нужно найти наших друзей и выбираться отсюда. Нет! Нет! А-а-а-а! Больше, чем кроется на первый взгляд. Да, если говорить столь бессвязно, то да. Я верю, что наши машины проберутся здесь. О-а-а! Какая неожиданность. Попробую угадать. Вы ждали Стокера. Хе, и, наверное, долго. Ждите на здоровье. Но у него нет этого. Отлично сработано. Называете цену. Ну, если учесть, через что пришлось пройти мне и моим друзьям, пожалуй, я его не отдам. И как один из этих друзей, я утверждаю, ты ошибаешься. Подумай, как эти деньги могут пригодиться. Пронто. Наша визитка. Если вдруг вы передумаете. Спасибо. Но вам придется долго этого ждать. Нет, нет, не долго. Попробую убедить его. Элай, стой! Подумай, что мы могли бы купить. Массажер для ног. Прогреватель для шеи. Драколы с рубинами. Мягкие пушистые подушки. Я подумал. Взрыв перерабатывающего завода Блэка без плана не очень умно. Теперь ты думаешь иначе? Нет. Я сказал, что это не очень умно. О чем ты? Фейерверк был грандиозным. Это было классно, когда все место... Ба-ба-ба-бум! А теперь надо постепенно выскользнуть из пещеры, и мы дома, на свободе. Есть одна проблема, Элай. Как мы отсюда выскользнем, если вокруг вот это? Ты же знаешь, что это неприемлемо. Даже Пронто считает, что это плохо. Плохо? Это ужасно. Где же вся Брамага? Кений! Видишь? Ха-ха! Вот оно, объявление, разыскивается. Не хочется мешать художнику за работой, но нужен выход. Именно поэтому я здесь. Моя мудрость выведет нас. В тупик? Нет, Корт, не в тупик. К нашему спасительному пути. Что это за место? Ну, разумеется, жёлоб. Подземная река. В своё время я был глубоководным кротом. И когда это было? Мне кажется, во вторник. Я слышала об этом месте. Водная артерия под Слактерой. Когда я была маленькой, уже тогда её не использовали. Они идут! Нам некуда бежать! Слактера. Слактера. Прибой. Что же нам делать? Оставить коней и плыть! У меня идея получше. Класс! Ух ты! Озёрство! Я этого и вовсовершенствовал. Жёлтой кнопкой. А-а-а! Ура! Да! Ха-ха! Команда Шейна направляется по реке на юг. Не знал, что наших коней можно вот так обработать. Эти малыши нам многое способны. Хорошо бы они меня высушили. Правда, что ли? Ты не любишь воду? Скажем так. Принимаю ванну один раз в год и то без особого желания. Да. А я против того, что ты боишься раз в год. Хе-хе. Вряд ли кто-то использует нынче реку. Почему? А-а-а! Кому нужна сплошная макарота, когда можно в удобстве и роскоши ехать на экспрессе и шлагферы? А-а-а! 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 А-а-а-а! Тссс! А-а! Элай! А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! А-а-а! Что им надо? Если мы остановились, почему мы всё ещё двигаемся? Кажется, сейчас мы это выясним. Назад! Давай, давай! Не стоит беспокоиться. Пронто – великий навигатор, и его интуиция подсказывает, что всё позади. Нужно было сказать. Руки вверх, принцесса! Вы нарушили пространство Малволио Дрейка, повелителя пещерных морей! Тихо, тихо, тихо! Погодите! Мы не хотели ничего нарушать. Мы просто оказались здесь. Здесь прибойная пещера, принцесса! И бизнес тут веду я, ваш покорный слуга! И что это за бизнес? А кто я, по-вашему, бухгалтер? Или плиту корзины? Я занимаюсь пиратским ремеслом. И если хотите пройти в качестве выкупа половина ваших слагов. А если мы откажемся? Значит, я недосчитаюсь пары слагов. А вы станете добычей акулы, а? Если нас поймают! Это пламы, Лай! Брось! Наши кони быстрее, чем эта громоздкая шумная лодка! Вряд ли это судно пытается нас догнать! Мистер Уоттс! Да, капитан! Покажи им, что может сделать огонь из замороженных ползучих! У них пушки! Только не говори, что они стреляют! С лаками! Между нами большое расстояние, поэтому мы вне досягаемости! Не говори так! Мы на виду! Нужно прекратить говорить подобные вещи! Готов, Дерпи? Именно это я и хотел сказать! Не так уж и крут без своих пушек! Можно мне это забрать? Дайте им все, что у нас есть! О, нет! Бежим! Ладно, мы рассмотрели ваше предложение и с радостью дадим вам кое-каких слагов! Отличная попытка, кротовая морда! Но цена возросла! Теперь все ваши слаги! Ага! И ваше безоговорочное рабство! Ничего личного, принцесса! Да, хуже уже некуда! Ах, да, возможно! Я пальцев не чувствую! Наверняка на этих ракушках наросли еще ракушки! Это невозможно! А все потому, что на корабле чистить нужно против часовой стрелки! А теперь послушайте меня, и я расскажу вам пару нелицеприятных подробностей! Что вы делали не так, мне со стороны виднее! И ты сказал, что хуже некуда! Внимание всем палубным обезьянам! Капитан Дрейк на палубе! Кажется, вы говорили ничего личного! Не обольщайтесь, принцесса! Я пират! И выполнение повседневных обязанностей – обычная трудовая повинность! Не очень-то хорошо вы работаете! Вот и Пронто так говорил! Надо все делать против часовой стрелки! Так! А этого бесполезно заставлять драйв палубу! Ха-ха! Вот видите, человек сразу видит навигационные способности! Да, понимаю, их нет! Но в холодном пустынном море трудно найти подходящее развлечение! Не хочешь стать моим комнатным кротом? Что? Повышение? Итак, сэр, какого рода преимущество дает титул? Преимущество – не быть скормленным акулом прямо за бортом! Снимите его, ребята! Ой, как холодно! В таком случае смиренно принимаю! А вот и причина, почему я осчастливил вас своим присутствием! Пора переходить к настоящему делу! Из всех моих пресломутых сокровищ – это жемчужина моей коллекции! Каждый обстриженный ноготок с момента окончания пиратской школы! Прекрасно, правда? Элай, зачем он это делает? Потому что я весь такой особенный! И ногти тоже не исключение! Барпи! Ребята, вы в порядке? У вас здесь сотни слагов! Для чего они вам нужны? Для чего? Чтобы иметь больше слагов! Вот они, пиратские игры! У кого больше слагов, тот побеждает! Не смей! Держись подальше от моего мима, принцесса! Этот малыш представляет большую ценность, чем вы, обезьяны, все вместе взятые! И не пытайтесь систематизировать мою коллекцию! Клык! Будет следить за вами! А сейчас за работу, сухопутные обезьяны! О, значит, сухопутные обезьяны, а не комнатные кроты! О, нет! У меня для тебя кое-что получше, кротоморды! О, получше! Бронька больше не хочет быть ручным кротом! Прекратите, перестаньте! Ладно, даже если мы минуем Клыка, наши железные кони в заперти, а мы в окружении акул и пиратов! Да, и хуже всего! Пока мы здесь, Пронто там веселится! В этом виноват не Пронто, а я! Я во все вас втянул из-за непродуманной атаки на завод! У вас криминальная личность! Их ищет доктор Блэк! Передайте их, и вы не пострадаете! Похоже, у нас есть возможность улизнуть! Погоди! Может, стоит сначала разработать план? Огонь из орудий! А как же план? Подождите! Здесь заперто! Мы в ловушке! Берпи! Вы как? Берпи? Это корабль Блэка! Единственная возможность вырваться отсюда, если нас подорвут! А, пожалуй, можно идти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гсподин пират, отпустите меня! Зачем? Костер от тебя разгорится на славу! Но я же ваш комнатный крот! Да! И ты делаешь то, в чем хороши комнатные кроты! Обеспечиваешь развлечения! Ваш шеф не мог вывести папашу Дрейка из бизнеса этой своей колымагой! Почему ты думаешь, что можно сейчас начинать? Эй, неудачники! Вам давно пора понять! Мое остается при мне! Это не совсем так, сэр! Пленники бегут, и они заполучили наши сокровища, кроме ногтей! Как это, пираты ограбили меня? Нельзя грабить пирата! Это двойное пиратство! А ну, взять их! Нужно перезарядить до выстрела! Так действуй быстрее! Нужно завести это, иначе мы никуда не попадем! Мы тебя прикроем! Что скажешь? Думаешь, он достаточно настрадался? Комнатный крот, пронто! Приступает к обязанностям! Оружие заряжены, сэр! Мистер Уоттс! Вы же знаете мою присказку! Не стоит добить судно, если можно захватить команду! Да, сэр! Это судно можешь затопить! Ни одному из них не выбраться отсюда! Живы! Приготовиться! Цель огонь! Эй! Мощность у нас есть! Тогда вперед! Сделайте из них отбивную! Сделайте из них отбивную! Да! Такой никудышной практики не видел с пиратской школы! Три градуса праворуляемых достанет! Он порвет нас на куски! Ладно, оружия у нас мало, как и людей, и корабль его в два раза больше нашего! Но не волнуйтесь, на сей раз у меня есть план! Мы потеряем их в этой пелене тумана! Держитесь все! Он туда направляется! Он ни за что не прорвется! Этот полуумный еще хуже, чем я думал! Давай обогнем с другой стороны, а позже все почистим! Надо было давно составить план! Скалы! Илай! Илай! Надо же! Что? Моряки! Не так управляют кораблем! Его, кажется, устраивают! Привет! Как дела? Посмотрим! Ты украл сокровище, повредил мой корабль! А вот здесь я превзойду вас, как пират! Сэр, корабль идет ко дну! Если мы хотим и дальше продолжать играть в пиратство, в другой раз! Если мой корабль утонет, я пойду ко дну с ним! И он тоже! Наш капитан в ярости! И если вы не хотите стать кормом для акул, нужно взять другое судно! Держись! Ладно, Миньки, это все твое! Как вы! Вот для чего нужен мим, принцесса! Идеально копирует все действия слага! Слага! Смотрите, а вот и наши машины! Полагаться на столь сильного слага, как этот Инфернус, обычно идеальный план! Но не в случае сражения с мимом! Да, я вообще-то новичок в планировании! Вперед! Вытащите меня отсюда! Нет! Неужели ты думал, что я снова использую Берпи? Ха! Я совершенствуюсь в области планирования! Эй! Билай! Ну, что скажете о новой лодке Дрейка? Ха-ха-ха! Мило! Ваше возмутительное поведение навлекает позор на традицию комнатного крота! Я ухожу! Ха-ха-ха! Запомните против часовой стрелки! Ничего личного, принцесса! Нет! Мои слаги! Верните все мои сокровища! Нельзя грабить пирата! Нет! Знаешь, Лай, со всеми слагами, захваченными Дрейком, у тебя был бы приличный арсенал! Ты права! Мог бы! Но не такие пиратские игры я веду! И... Как ты собираешься вернуться домой? Думаю, можно было бы поплыть по реке, тем более пираты вышли из дела... О, нет! Ни за что! Такого количества воды мне лет на пять хватит! Хотите узнать, что будет, если я не буду мыться лет десять? Выходим на дорогу! Да, на дорогу! Меня устраивает! Девушки отдыхают... Это была отличная идея, ребята! Немного отдохнем, вот что нам нужно! Тебе здесь понравится, Лай! Здесь есть все! Все, кроме людей! Мы не рано пришли! Может, он закрыт? Тсс! Тогда все понятно! Зомби! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, смотрите, Пронто смело прокладывает путь. В каждый Хэллоуин мы с отцом вместе смотрели серию фильмов о зомби, поэтому я знаю, о чем говорю. И первое правило при нашествии зомби – не паниковать. А какое второе правило? Зомби страшные, но тормознутые. Опасно лишь их количество. Если мы спокойно приверемся к выходу, у нас не будет проблем. Тормознутые? Твои инструкции по зомби требуют доработки. Правило номер три. Бежим! Необычно, мол, наводненный зомби. Правило номер четыре. Найди место для укрытия. Это, как в кино, живые зомби слопали мои мозги. Чем плохая экранизация, мол, бродячих мертвецов? Помолчи. Сначала зомби. Второе зомби. Сейчас. Очень мудро. Выходите. Мы думали, вы зомби. Миллард Милфорд, служба безопасности. Простите. После такого шума и суеты нужно проявлять осторожность. Так вы типа копа в моле? Да. Некоторые менее просвещенные сограждане нас так называют. Однако я имею честь бороться с нарушениями и злом независимости, платят мне или нет. Независимо, магазин это или кинотеатр. Игровая площадка или бассейн. Эй, можно ведь помечтать? Благодаря скромным мечтам вырастают герои, друг мой. Элай Шейн. Моя команда. Трикси, Корт и... Пронто? Немного сливается. Нет, сумку Пронто должна быть броской. Если так далеко прошли, значит вы соответствуете своей репутации. Только вот мы ищем отсюда выход. Нет, но это вряд ли. Зомби блокируют все выходы. Первые зомби появились здесь 12 часов назад. Хватали людей и куда-то их уводили. Я пытался остановить, но их было много. Связался по экстренному сайту службы безопасности. И едва успел окопаться здесь в ожидании подкрепления. У вас есть сайт? Потрясающе! Если мы будем ждать здесь, зомби найдут нас и тоже утянут за собой. Без обид, хорошо? Бдительные сограждане, как вы, не улажают символику Мола. Но мои собратья по оружию могут сами о себе позаботиться. Увидите. Ну, а вы знаете Мол изнутри. С нашей помощью мы все сумеем спастись. Вместе. Застать врага врасплох? Мне нравится твой план, Шейн. Но нам понадобятся боеприпасы. Скобяная лавка. Но мы вооружены до зубов. Нет, Миллард прав. Нам понадобится длинный садовый шланг, эпоксидная смола, тресигнальные ракеты, шаровая цапфа и упаковка мяса. Зачем, Илай? Не знаю. В фильмах героев зомбируют еще до того, как они все это достанут. Но мы что-нибудь придумаем. Нашел. Это идеальная сумочка. Шейн, беру цель. Второй уровень. У эскалатора справа. Миллард Милфорд вступит в бой, а потом догонит вас. Путь свободен. Нужно держаться вместе. Или же они хотят нам это внушить. Идите. Я вас догоню. Эй, зомби! Номер дня. Миллард Милфорд на порнокопытном. Поймай, пока он свеженький. Слово. Медное дыхание. Кто мог угадать, что простой охранник станет благородным героем, как сам Пронто? Он был храбрым человеком. Он сказал, скобяная лавка слева или справа? О, теперь я вижу, если мы у Викс. Сладости там. Нет, нет, погодите. Пронто! Киоск, стака слева. О! Ха-ха! О! Вот она, модная сумочка. Итак, хорошая новость. К этому моменту в фильмах о зомби команда не досчитывается двух человек. Даже без Милларда у нас есть шанс на победу. Отлично. Но кто-нибудь видел Пронто? Все чего-то хотят. Можно поторговаться. Я начинаю. Пронто хочет жить. Хе-хе-хе. Что хотят зомби? Ау! Да вы что? Что вам от меня надо? Мои верные подданные служат только господину Субботе. А мистер Суббота хочет... О-о-о! Больше подушек. И всеобъемлющие популярности. Больше ладность. И больше всего... Новых приспешников. Внимание, без паники! Нам нужен надежный план по поиску и спасению Пронто. И надо выбраться отсюда, не превратившись в зомби. В фильме «Я бродил с зомби» герои пытаются спасти своего друга, пробираясь по потолку, но их все же одолели. О фильме «Пит после смерти» они проходят через воздуховод, пока не погибают. Элай, забудь о фильмах. Это реальная жизнь. Пронто пропал, и нам нужно понять, что здесь происходит. Быстрее, открой! Это Пронто? Ха! Будто бы нас здесь и нет. Может, оно и к лучшему, если учесть, что голодный зомби попытается съесть наши мозги. Пронто не разлагается и даже не потеет. Для зомби у него слишком цветущий вид. Может, мы его вылечим. Но об этом мы узнаем, когда выберемся и выясним причину. Как только мы выйдем отсюда, не станем добычей зомби. Если они нас не заметят, нет. Эти зомби не разлагаются. Они как Пронто. Вероятно, мы им поможем, но не стоит их обижать. Конечно, я могу и ошибаться. Не позволяйте им кусать себя или ваши мозги. Голову прикрывать. Поняла. Ребята. Хватит с нас уловок. Минуточку. Этим зомби мозги не нужны. Им нужны большие экраны. Обыкновенный грабеж. Это нетипичное для зомби поведение. А ты про это узнал, просмотрев кучу фильмов? Если бы я в свое время не смотрел столько фильмов с отцом, у нас были бы большие неприятности. Сильвия, не вздумай давать им деньги. Боже мой, Говард, это не попрошайки. Я точно знаю, кто они. Одна из массовых акций, которые проводят подростки. Перформанс. Иди сюда. Видишь, Говард, они дружелюбные. А вы такие лапочки. Говард, сними нас. Ты их только подстрекаешь, Сильвия. Убери руки от покупок. Говард, будь человеком. Не здесь. Мы идем. Может, тогда найдем ответы. Кажется, мы успели к началу шоу. Маги хуже, чем мимы. Подобного вы еще не видели. Уверяю вас. Не спускайте глаз с этого слага. А это что, гипнограф? Гипнотический слаг? Гипнотический слагун. Это же криптограф. А это трансформирует чтение мыслей в ментальный контроль. Неудивительно, что зомби не пытаются нас съесть. Это не зомби апокалипсиса. Это традиционные зомби вуду. Совершенно другая порода. А теперь будьте добры. Принесите мне закуску и чего-нибудь выйдет. Манипуляции с этим слагом – залог трансформации. Док, вы готовы? Среди нас появились вольнодумцы. Полагаю, с этим нам надо что-то делать. Ответьте мне на два вопроса. Кто и почему? В течение этих нескольких секунд можете называть меня мистер Суббота. А почему кто-нибудь ведет бизнес ради себя? Ради забавы и прибыли, разумеется. И прибыль говорит сама за себя. Ну, а забава... Люди из кожи вон лезут, чтобы удовлетворить все свои прихоти и желания. Кстати, не поделитесь соображениями, пока не привлек вас к себе на службу. Как насчет того, что нападение на мол Милларда Милфорда – большая ошибка? Миллард? Да. Понадобится гораздо больше, чем в атаке навязчивых зомби, чтобы нейтрализовать представителя службы безопасности Милларда Милфорда. Ладно, теперь можно идти... Времени нет. Надо покончить с эрой террора мистера Субботы здесь и сейчас. Он прав. Нужно что-то делать. У них численное преимущество. Может, подождем подкрепление? Регулярный экспресс из тенистых земель с Локтера прибудет сюда с минуты на минуту за еженедельными покупками. И вы что, будете сидеть сложа руки, пока чью-то милую невинную бабульку зомбируют? Ну нет. Эти люди не представляют, что их ждет. И еще одна деталь. Если вы намереваетесь наводить порядок, все должно быть законно. Поднимите правую руку. Это действительно происходит. Клянусь защищать молот всех врагов. Будь то клептоманы, бездельники или повелители тупоголовых зомби. Чейз Шейна! Готовы к атаке на продуктовый двор? Погодите. Мы не можем взять с собой пронто. Это для твоего же блага. Так сделаем это. Привезти их ко мне. На коленях. Запомните, они невинные жертвы. Не обижайте их. Не волнуйся. Я пальцем не трону этих набояшек. Не расслышал твое вимя, парень. Шейн! Элай Шейн! Пытаетесь избавить меня от тюрьмы? Ах, Шейн! Меня это не удивляет. У тебя навыки, которые я мог бы использовать в своем бизнесе. Не как раба, а как партнер. Мы никогда не будем с вами сотрудничать по доброй воле или иначе. Вы трансформировали свои слаги. Вы в одной команде с доктором Блэком. Неверно. Суббота сам себе хозяин. Блэк, может, и снабдил меня техникой. Но я работаю только на себя. Да? А что будет, если вам понадобятся еще гулы? Вы снова обратитесь к Блэку и все ему отдадите. Вы его марионетка, как эти люди игрушки в ваших руках. Блэк, может, иди сюда. Если я не сделаю это, завершите, начатый мной. Хорошо. Я иду за ним. И помните? Да, да. Помню. Не обижать их. Пролетаю! Серьезно? Каждый из нас герой! Это ваше время! Миллард Милфорд верит в вас! Он фанатично предан. И я ему помогу. Ладно, Джулс. Ты знаешь, что делать. Взять его, мои слуги. Пора включить его в наши ряды. Не стоит сопротивляться, Элай Шей. Ты будешь моим врагом. Ты должен подчиниться мне. И ты думал, что сумеешь остановить меня, контролируя мой мозг? Ты преуспел лишь в том, что придал мне решимости. Думал, у тебя есть шанс. Нет, нет, не было. И не будет! Ой, все это дурной знак. А что, шоу уже закончилось? Надо же, я ничего не помню, Говард. Сеанс гипноза Сильвии хуже, чем волшебство. Небольшая помощь. С удовольствием, друг мой. Но суббота исчез. Стреляющий и убегающий выдержит еще пару гулов. Ты! Отличная новость, суббота. Ты не отправляешься в элитную комфортабельную тюрьму Восточного округа. Будешь сидеть в тюрьме Мола. Нет! За вашу помощь и вот постоянный пропуск в галерею игровых автоматов. Ух ты! Это же... Оскорбительно, я знаю. Я сказал наверху, что вы никогда не примете это как награду. Вы герои! И для меня это честь. Признайте, только в одном месте мы можем отдохнуть по-настоящему. Точно! Возвращаемся домой! Слактерра. Автор идеи Азап Фибке. Режиссер Джонни Даррен. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зоннебор. Исполнительные продюсеры Азап Фибке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Кун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Картсон. На русский язык фильм бутырован в 2013 году. Трикси, подожди! В чем дело? Мы спокойно завтракаем, а потом вдруг срываемся с места и скачем за твоим конем. А, вернее, я же извинился. Хотя я не виноват. Это все стрип неопронта. Нужно иметь железный желудок, чтобы переварить содержание горшочка а-ля крот. Поэтому я и сорвалась. Но это не главное. Ничего не могла сделать. Он был как настоящий. Ну, нет. Слак и Нигма все-таки существует. Как-то все это не очень. Я ясно выражаюсь. Да. Слак и Нигму? Никогда о таком не слышал. А что в нем такого особенного? Никто не знает. Все считали, что Слак и Нигма просто легенда. Возможно, это последний выживший экземпляр. Никто не видел подобной трансформации. Если поторопимся, мы будем первые, кто выявит и найдет его. Даже лучше. Мы первыми можем снять его на кинокамеру. Какое необыкновенное место. Как приятно увидеть девственные и незагрязненные районы Слактера. До такой степени неиспорченные. Слишком велико желание попасть туда первыми. Охотники Наслагов. И они ищут Нигму. Слактера. ВЫМИРАЮЩИЕ ВИДЫ Нужно попасть туда до того, как уничтожат все джунгли. Ну нет. Как только весь этот грибной салат попадет в наши машины, они сразу же встанут. Значит, мы пойдем пешком, Корт. Пошли. Вперед. Охота Наслагов пешком. Так некультурно. Вот так надо действовать. Да, если вас совсем не интересует Энигма. Но нас очень интересует этот экземпляр. Как только кто-то из вас его найдет, мы с удовольствием его купим. По подходящей цене. Ну, сходный я бы это не назвала. Скорее, безумный. Такое количество денег! О, с таким богатством мы сможем сделать много добра для Пронто. Наконец-то я смогу купить нового железного коня с удобным сиденьем, специально для осанки, и инкрустированную сумочку с карманом для расчески. Нет, минутку, новый шарф! Пронто, очнись! Это много золота. Не знаю, смогу ли продать. Сомневаюсь, что у вас будет такой шанс. Тут развернулась такая конкуренция. Но если вам удастся поймать его первыми, мы будем ждать здесь. Берегись! Нет, Энигма, нет! Да-да, продолжайте. Никто вам не заплатит две тонны золота. Ах, да! Это комплимент! Позволь мне провести переговоры, Трикси. Мы все очень хотим найти Энигму. Но может, из-за недостатка знаний вы все завалите? Ах, знаете, а парень, пожалуй, будет прав. Вместо прыгучих камней лучше использовать флоринго и поджечь все эти деревья. Огромен! Я готов! Огромен! 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 Может, в следующий раз, Элла, я проведу переговоры? Конечно. Фронта! За тобой тазерлинги! Действуй! Оу! Ничего не получилось. Прости, пожалуйста! Я хочу домой поскорей. Смотрите, вроде я видел, где-то здесь полценик мог. Брат! Не обращайте внимания, всего лишь лист. Так, это было не очень. Это серьезная засада. Это и правда не очень хорошо. А ты что за слаг? Эй! Эй! Здесь живут многие слаги, не только Энигма. Вы же разнесете их пещеру на части. Посмотрите на это. Мог погибнуть слаг. Элай, это же Энигма. Энигма. А это моя западня. Стокер, я не знал, что и вы тут тоже. Мы не хотим стоять у вас на пути. Уходите. Ты ведешь сейчас переговоры. С ума сошел? Это же Герхард Стокер. Самый убойный охотник на дичь в слагтере. Он не ведет переговоры. Говорят, если увидишь его, уже поздно. Поэтому его и зовут БНС. Безмолвный, но смертоносный. В моих краях безмолвный, но смертоносный означает нечто другое. Он сейчас прямо за мной, да? Слаг Энигма и мой капкан. Живо. Эй, я его нашел. Все честь по чести. Пока он не попал в ваш капкан. Я пришел сюда не ради игры по правилам. Я пришел сюда за слагом. Мой день дорог и стоит. Тебе нужно было вести переговоры. Расходимся! Тебе нужен этот слаг? Ну, хорошо. Вот он! Я пропустила, когда ты стрелял в Энигму. Расскажи мне, как он трансформировался. Не могу. Почему? Потому что я практически ничего не видел. Где ты был? Не спрашивай. Корт, Элай оглушил Энигма. И сейчас он не может сфокусироваться. Вообще-то, я много чего вижу. Фактически, я вижу в два раза больше положенного. А вот и они. Я в них попал? Принимаю как есть. Пошли. Пошли. Смею предложить продолжать движение. Стокер может быть где угодно. Да, прямо за тобой. Стокер почти такой же легендарный, как Пронто. Да, но совсем по другим причинам. Конечно. Пронто известен из-за своего бесспорного великолепия. А Стокер славится своими капканами. Может, он ими и пещеру заполнил. Вот поэтому идите все по метам, Эксперт, на Пронто. Что? Видите? Уже нашел. Этот блокирующий механизм высокотехнологичен. Но я знаю, как сконструировать обходной путь. Спасибо. Я полагаю, так как Илай абсолютно бесполезен. Друг, Пронто, но я же все слышу. А, прости. И все же я предлагаю уйти, пока Стокер нас не обнаружил. Мы не можем уйти. Это все сделал Энигма. И нет гарантии, что это восстановится само по себе. А? Нужно найти Энигма, чтобы узнать, как его излечить. Да, если он еще не у Стокера. О, да. Уверяю тебя, что нет. Откуда у тебя такие мысли? Потому что это как раз вон там. Он как раз забавляется с проволокой. Поймал! Ты в порядке? Дарт с транквилизатором для слагов. Знаешь, сколько их понадобится, чтобы поразить пещерного тролля? Да, почти верно. Корт! Пошли. Нужно достать Энигма, пока они его не поймали. Мы не можем его оставить. Стокеру нужен Энигму, а не Корт. Ничего с ним не произойдет. А, Энигма где-то рядом. Будьте бдительны. Неподходящий субъект для работы. Возможно, поможет немного объектив. Да, точно! Это самый глухой слаг в истории? Неудивительно, что остался всего один. Сейчас упадет! Нет! Нет! Трикси! Я в порядке. Пронто, дело за тобой. Иди! Вот он! Молчите! Злоги-гонщие выявляют только напуганную добычу. Если мы будем молчать, делая вид, что не боимся их, они нам не страшны. Видишь? А, нет. Теперь мы с уверенностью ищем Эдитмо. Не обращай внимания на острые клыки-гонщих, их пронзительный взгляд когти, которые с лёгкостью растерзают. Вы пустите меня отсюда! Что случилось? Вы нашли Энигму? Да. Нашел. Вот так? И вы вот так уйдёте? Заканчивайте. Подождите! Я не жаловался, я только спросил! Не волнуйся, Берпи. Нужно показать, что мы их не боимся. Конечно, было бы проще, если бы я не был так напуган. Хорошо, что собаки не залезут на дерево. Но, вероятно, слаги-гонщие могут. Чиллер, спиннер, вы мне нужны! Спиннер, наверх! Берпи! Вы как? Берпи? Это корабль Блэка! Единственная возможность вырваться отсюда, если нас подорвут. А, пожалуй, можно идти. Киспадин пират, отпустите меня! Зачем? Костёр от тебя разгорится на славу. Ну, я же ваш комнатный крот! Да, и ты делаешь то, в чём хороши комнатные кроты. Обеспечиваешь развлечения! Ха! Ваш шеф не мог вывести папашу Дрейка из бизнеса этой своей колымагой. Почему ты думаешь, что можно сейчас начинать? Эй, неудачники! Вам давно пора понять! Моё остаётся при мне! Это не совсем так, сэр. Пленники бегут, и они заполучили наши сокровища. Кроме ногтей. Как это? Пираты ограбили меня? Нельзя грабить пирата! Это двойное пиратство! А ну, взять их! Нужно перезарядить до выстрела. Так действуй! Быстрее! Нужно завести это, иначе мы никуда не попадём! Мы тебя прикроем! Что скажешь? Думаешь, он достаточно настрадался? Да. Комнатный крот. Пронто. Приступает к обязанностям. Оружие заряжены, сэр. Мистер Уоттс, вы же знаете мою присказку. Не стоит допить судно, если можно захватить команду. Да, сэр. Это судно можешь затопить. Ни одному из них не выбраться отсюда, живым! Приготовиться! Цель огонь! Эй, мощность у нас есть! Тогда вперёд! Сделайте из них отбивную! Такой никудышной практики не видел с пиратской школы. Три градуса праворуляемых достанет. Он порвёт нас на куски! Ладно, оружия у нас мало, как и людей. И корабль его в два раза больше нашего. Но не волнуйтесь, на сей раз у меня есть план! Мы потеряем их в этой пелене тумана. Держитесь все! Он туда направляется. Он ни за что не прорвётся. Этот полоумный ещё хуже, чем я думал. Давай обогнём с другой стороны, а позже всё почистим. Надо было давно составить план. Скалы! Элай? Надо же! Что? Моряки не так управляют кораблём. Его, кажется, устраивают. Привет! Как дела? Посмотрим. Ты украл сокровище, повредил мой корабль. А вот здесь я превзойду вас, как пират. Сэр, корабль идёт ко дну. Если мы хотим и дальше продолжать играть в пиратство, в другой раз. Если мой корабль утонет, я пойду ко дну с ним. И он тоже. Наш капитан в ярости. И если вы не хотите стать кормом для акул, нужно взять другое судно. Штиржи! Штиржи! Ладно, Миньки, это всё твоё. Как вы... Вот для чего нужен мим, принцесса. Идеально копирует все действия слага. Смотрите, а вот и наши машины. Помогаться на столь сильного слага, как этот Инфернус, обычно идеальный план. Но не в случае сражения с мимом. Ха-ха-ха! Да, я вообще-то новичок в планировании. Вперёд! Вытащите меня отсюда! Нет. Неужели ты думал, что я снова использую Берпи? Ха! Я совершенствуюсь в области планирования. Эй, Белай! Ну, что скажете о новой лодке Дрейка? Ха-ха-ха! Мило. Ваше возбудительное поведение навлекает позор на традицию комнатного крота. Я ухожу. Запомните против часовой стрелки. Ничего личного, принцесса. Нет! Мои слаги! Верните все мои сокровища! Нельзя грабить пирата! Нет! Мои слаги! Мои слаги! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А что им надо? Если мы остановились, почему мы всё ещё двигаемся? Кажется, сейчас мы это выясним. Назад! Давай, давай! Не стоит беспокоиться. Пронто – великий навигатор, и его интуиция подсказывает, что всё позади. Нужно было сказать. Руки вверх, принцесса! Вы нарушили пространство Малволио Дрейка, повелителя пещерных морей! Тихо, тихо, тихо! Погодите! Мы не хотели ничего нарушать. Мы просто оказались здесь. Здесь прибойная пещера, принцесса. И бизнес тут веду я, ваш покорный слуга. И что это за бизнес? А кто я, по-вашему, бухгалтер или плиту корзины? Я занимаюсь пиратским ремеслом. И если хотите пройти в качестве выкупа половина ваших слагов. А если мы откажемся? Значит, я недосчитаюсь пары слагов. А вы станете добычей акулы. Если нас поймают! Это план, Илай? Брось! Наши кони быстрее, чем эта громоздкая шумная лодка. Вряд ли это судно пытается нас догнать. Мистер Уоттс! Да, капитан. Покажи им, что может сделать огонь из замороженных ползучих. У них пушки! Только не говори, что они стреляют! С лагами! Между нами большое расстояние, поэтому мы вне досягаемости! Не говори так. Мы на виду! Нужно прекратить говорить подобные вещи! Готов, Дерпи? Именно это я и хотел сказать. Не так уж и крут без своих пушек! Можно мне это забрать? Дайте им все, что у нас есть! О, нет! Бежим! 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 О, нет! Мы рассмотрели ваше предложение и с радостью отдадим вам кое-каких слагов. Отличная попытка, кротовая морда, но цена возросла. Теперь все ваши слаги. И ваше безоговорочное рабство. Ничего личного, принцесса. Да, хуже уже некуда. Да, возможно. Я пальцев не чувствую. Наверняка на этих ракушках наросли еще ракушки. Это невозможно. А все потому, что на корабле чистить нужно против часовой стрелки. А теперь послушайте меня, и я расскажу вам пару нелицеприятных подробностей, что вы делали не так, мне со стороны видней. И ты сказал, что хуже некуда. Внимание всем палубным обезьянам, капитан Дрейк на палубе. Кажется, вы говорили ничего личного. Не обольщайтесь, принцесса. Я пират. И выполнение повседневных обязанностей – обычная трудовая повинность. Не очень-то хорошо вы работаете. Вот и Пронто так говорил. Надо все делать против часовой стрелки. Так. А этого бесполезно заставлять драйв палубу. Хе-хе. Вот видите, человек сразу видит навигационные способности. Да, понимаю, и их нет. Но в холодном пустынном море трудно найти подходящее развлечение. Не хочешь стать моим комнатным кротом? Что? Повышение? Итак, сэр, какого рода преимущество дает титул? Преимущество – не быть скормленным акулом прямо за бортом. Снимите его, ребята! Ой, как холодно! В таком случае смиренно принимаю. А вот и причина, почему я осчастливил вас своим присутствием. Пора переходить к настоящему делу. Из всех моих пресловутых сокровищ – это жемчужина моей коллекции. Каждый обстриженный ноготок с момента окончания пиратской школы. Прекрасно, правда? Элай, зачем он это делает? Потому что я весь такой особенный. И ногти тоже не исключение. Барпи! Ребята, вы в порядке? У вас здесь сотни слагов. Для чего они вам нужны? Для чего? Чтобы иметь больше слагов. Вот они, пиратские игры. У кого больше слагов, тот побеждает. Не смей! Держись подальше от моего мимо, принцесса. Этот малыш представляет большую ценность, чем вы, обезьяны, все вместе взятые. И не пытайтесь систематизировать мою коллекцию. Клык будет следить за вами. А сейчас за работу, сухопутные обезьяны. О, значит, сухопутные обезьяны, а не комнатные кроты. О, нет. У меня для тебя кое-что получше кротоморды. О, получше. Бронька больше не хочет быть ручным кротом. Прекратите, перестаньте. Ладно, даже если мы минуем Клыка, наши железные кони в заперти, а мы в окружении акул и пиратов. Да, и хуже всего. Пока мы здесь, Пронто там веселится. В этом виноват не Пронто, а я. Я во все вас втянул из-за непродуманной атаки на завод. У вас криминальная личность, их ищет доктор Блэк. Передайте их, и вы не пострадаете. Похоже, у нас есть возможность улизнуть. Погоди. Может, стоит сначала разработать план? Огонь из орудий. А как же план? Подождите. Здесь заперто. Мы в ловушке. Мы в ловушке. Барпи, ребята, кто-нибудь? Нет слагов, нет друзей. Сдавайся, малыш. Тебе конец. Ты не понимаешь? Нет. Вообще-то я мало что вижу. Если вы уйдете с Энигмы, вы лишаете меня шанса все урегулировать, найти дорогу и обнаружить моих друзей. Понимаю, за этого слага вы выручите много денег, но для меня это гораздо важнее. И пока хватит сил, я не сдамся. Ты много говоришь. Что? Я этого не хотел. Я вижу. Может, слишком много. Это очень, да? Может, ваши ловушки здесь повсюду, но у меня лучшее секретное оружие в этой пещере. О, я очень рад, что вы изготовили такие классные ловушки, друг. У вас есть что сказать на прощание, Энигма? Вы с ним больше не увидитесь. Об этом он не подумал. Пошли, нужно найти наших друзей и выбираться отсюда. Нет! Нет! Погоди. Легендарный из легендарнейших слагов испортил тебе зрение, а потом излечил, когда снова тебя ударил. Но представьте, в первый раз он вывел его из строя, и он практически был вне борьбы. Хотя я не видел все четко. Вернее, я даже видел больше положенного. Будто он показывал мне что-то еще. А-а-а. И ты считаешь, что в Энигма даже больше, чем кроется на первый взгляд? Да. Если говорить столь бессвязно, то да. Я верю, что наши машины проберутся здесь. О-а-а! Какая неожиданность. Попробую угадать. Вы ждали Стокера. Хе. И, наверное, долго. Ждите на здоровье. Но у него нет этого. Отлично сработано. Называете цену. Ну, если учесть, через что пришлось пройти мне и моим друзьям, пожалуй, я его не отдам. Кхе-кхе. И как один из этих друзей, я утверждаю, ты ошибаешься. Подумай, как эти деньги могут пригодиться. Пронто. Наша визитка. Если вдруг вы передумаете. Спасибо. Но вам придется долго этого ждать. Нет, нет, не долго. Попробую убедить его. Элай, стой. Подумай, что мы могли бы купить. Массажер для ног, прогреватель для шеи, драколы с рубинами и... Мягкие пушистые подушки. Я подумал. Взрыв перерабатывающего завода Блэка без плана не очень умно. Теперь ты думаешь иначе? Нет. Я сказал, что это не очень умно. О чем ты? Фейерверк был грандиозным. Фу. Фу. Это было классно, когда все место... А теперь надо постепенно выскользнуть из пещеры, и мы дома, на свободе. Есть одна проблема, Элай. Как мы отсюда выскользнем, если вокруг вот это? Ты же знаешь, что это неприемлемо. Даже Пронто считает, что это плохо. Это ужасно. Где же вся обрабатывания? Гений. Видишь? Вот оно, объявление, разыскивается. Не хочется мешать художнику за работой, но нужен выход. Именно поэтому я здесь. Моя мудрость выведет нас. В тупик? Нет, Корт, не в тупик. К нашему спасительному пути. Что это за место? Ну, разумеется, жёлоб. Подземная река. В своё время я был глубоководным кротом. И когда это было? Мне кажется, во вторник. Я слышала об этом месте. Водная артерия под Слактерой. Когда я была маленькой, уже тогда её не использовали. Они идут! Нам некуда бежать! Слактера. Прибой. Что же нам делать? Оставить коней и плыть. У меня идея получше. Класс! Ух ты! Позёрство! Я этого и его усовершенствовал. Жёлтой кнопкой. Команда Шейна направляется по реке на юг. Не знала, что наших коней можно вот так обработать. Эти малыши на многое способны. Хорошо бы они меня высушили. Правда, что ли? Ты не любишь воду? Скажем так. Принимаю ванну один раз в год, и то без особого желания. Да. А я против того, что ты моешься раз в год. Вряд ли кто-то использует нынче реку. Почему? Кому нужна сплошная мокрота, когда можно в удобстве и роскоши ехать на экспрессе из Лакферы?